Первая глава книги пророка Захарии В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господник Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддаву, пророку. Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам. Говорит Господь Саваоф, не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так, говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шеват, во второй год Дарье было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддаву, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи, Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава вторая книги пророка Захарии И снова я поднял глаза мои, и увидел вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь, и он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас, касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я прийду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Третья глава книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнутой из огня? И Иисус же одет был запятнанной одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так, говорит Господь Саваоф, «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Книга пророка Захарии, глава четвертая. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говорившись со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарвавелю, выражающее ни воинством и ни силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарвавелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарвавеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарвавеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два, помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Пятая глава книги пророка Захарии И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, и в дом, клянущегося моим именем, ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья Аиста, и подняли они Ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу. Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Шестая глава книги пророка Захарии «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю, и он сказал, идите, пройдите землю, и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. И было слово Господне ко мне, возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова и Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, мой муж, и имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться голоса Господа Бога вашего. Седьмая глава книги пророка Захарии В четвертый год царя Дария было слово Господник Захарии, в четвертый день девятого месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарицера и Регем Мелеха и спутников ее помолиться пред лицом Господа, и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет, и было ко мне слово Господа Саваофа, скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены, и было слово Господник Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф. «Производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона, и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею. Восьмая глава книги пророка Захарии. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Сионе ревностью великой, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней, и улицы города сего наполнятся отрками и отраковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь Саваоф, «Вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде». Так говорит Господь Саваоф, «Укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма». «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф, ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением, не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так, говорит Господь Саваоф, «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудины, не бойтесь». «Вот дела, которые вы должны делать, говорите правду друг другу поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа, «Так, говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Так, говорит Господь Саваоф, «Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, «Пойду и я». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Так, говорит Господь Саваоф, «Будет в те дни возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Девятая глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа на землю ходрах, и на Дамаске оно остановится, ибо око Господь на всех людей, и, как и на все колена Израилевы, и на Ямав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золото, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его, и мерзости его, и зубов его, и он достанется Богу нашему и будет, как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет болей проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, «Сея царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполниться, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отраковиц. Глава 10, книга пророка Захарии Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниейю и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители, и они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я, Господь, Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак, и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Осирии соберу их, и приведу их в землю галацкую, и на Ливан, и не достанет места для них, и пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Одиннадцатая глава книги пророка Захарии «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои, рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены, рыдайте дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес, слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено при воле их, слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана». Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, «Благословен Господь, я разбогател», и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли, сей, говорит Господь, «И вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два же зла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, «Не буду пасти вас, умирающее пусть умирает, и гибнущее пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников. И сказал мне Господь, «Брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня». И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, «Еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет». 12 глава книги пророка Захарии Пророческое слово Господа об Израиле Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашей иступления для всех окрестных народов и также для Иуды во время осады Иерусалима, и будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, «Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою». И скажут князья Иудины в сердцах своих, «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их! В тот день я сделаю князей Иудиных как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададремона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Книга пророка Захарии, глава тринадцатая. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалюсь с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родивший его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразит его отец его и мать его, родивший его, когда он будет прорицать. И будет в тот день устыдяться такие прорицатели каждой видения своего, когда будут прорицать и не будут надевать на себя влосяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Савоов, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это народ мой, и они скажут, Господь, Бог мой. 14 глава книги пророка Захарии Вот наступает день, Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет боли, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело Его, когда Он еще стоит на своих ногах, и глаза у Него истают в яминах своих, и язык Его иссохнет во рту у Него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные и всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет ее поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот, что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Саваофа